Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Мы можем задавать вопросы гостю. Вопросы есть. Мы их разберем. Но я думаю, что ближе к концу нашей программы все-таки начнем с тем, которые мы подготовили редакционно. И напоминаю, что продолжать можно задавать вопросы. Мы их читаем не только на нашем сайте, но и посредством смс на наш номер 8909-720-101. Пишите, мы следим. Ну, Алексей, я не знаю, я не могу вас спросить все-таки, не спросить про кадровые перестановки в городской администрации, которые вы анонсировали накануне на своей странице ВКонтакте. Вы довольно активный пишите, довольно активный пользователь. В этом смысле удобный гость, потому что всегда можно оттолкнуться от тех тем, которые вы выкладываете. Накануне у себя на странице вы анонсировали уход Вячеслава Симакова. Это начальник управления благоустройства и транспорта городской администрации. Значит, Вячеслав Николаевич уходит на пост главы территориального управления по Первомайскому району города. Это повышение, потому что он будет уже в статусе заместителя главы администрации. Сам он подтвердил этот уход, сказал, что предложение было для него неожиданным. Ну и, соответственно, нынешний глава Первомайского района, будем так сокращенно называть, Михаил Долгополов, уходит руководить Октябрьским районом. Я не знаю, ну вот хотелось бы какие-то комментарии услышать все-таки, потому что вчера социальные сети обсуждали довольно живо эту тему, и мнения разделились от действительно Вячеслава Симаков своей работой, заслужил повышение, до того, что там его убирают, чтобы на его место привезти какого-то другого человека. Мы все помним, что у нас управление благоустройства и транспорта занимается в том числе дорожным ремонтом и строительством, а в этом году Киров получает внушительную сумму на эти цели. Ну, сперва я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы меня часто приглашаете в эфир этой студии. Рады вас видеть, да. Мне отрадно, что средства массовой информации интересуются городской жизнью, постоянно делают публикации, и в том числе на основании той информации, которую пытаюсь предоставить и донести до жителей города Кирова я через свои все имеющиеся у меня каналы, в том числе и через интернет. Действительно, часто пользуюсь и своим сайтом, и страничкой ВКонтакте, и Фейсбуке, поэтому призываю неравнодушных городской жизни кировчан присоединяться к нашим дискуссиям, в том числе у меня на страничках. Что касается именно этого вопроса, то мне часто говорят о том, что в свое время и сейчас пытаюсь часто выносить так называемый ссор из избы, а в данном случае, конечно, не ссор, а информацию. Я считаю, что это не совсем правильное выражение. Мне кажется, что жители города Кирова должны знать о всех телодвижениях городской администрации, областной администрации, Кировской городской думы. Все те важнейшие вопросы и решения, которые принимаются там, должны обсуждаться коллегиально. А коллегиально – это вместе со всем городом. Значит, все средства массовой информации должны получать оперативно и быструю информацию. Поэтому по этому вопросу я хотел бы выразить следующее. Мне не совсем понятна эта кадровая ракировка. Почему? Потому что, во-первых, Михаил Долгополов работает в Первомайской администрации уже с 2009 года. Он прекрасно ориентируется в этом районе. Он знает каждый квадратный метр. Он знает ситуацию в целом. И уход достаточно сильного специалиста с насиженного в кавычках района на совершенно другой территории, мне кажется, не совсем эффективным решением. Но может просто надо исправлять ситуацию в Октябрьском районе, поэтому Долгополова туда переводят? Скорее всего, исходя из этих побуждений, действовала городская администрация, и Александр Викторович Перескоков принял именно это решение. Что касается Вячеслава Симакова, то, как вы знаете, и мне кажется, как должна происходить кадровая политика, она должна происходить из принципов «сделал дело, сделал благо в своем ведомстве, в своей вотчине, то можешь уходить выше по карьерной лестнице». В данном случае я бы не сказал, что в отчине Вячеслава Симакова порядок и все механизмы налажены. Алексей, ну согласитесь, отчина-то, знаете, не синякура. Тяжелая у него работа, правда? Отчина тяжелая, действительно проблем много, финансирование скудное, но тем не менее, дороги лучше не стали, газоны зеленые не появились, снег не вывозится в тех объемах, в которые должен вывозиться. Качество асфальтового полотна, ремонта дорог не выдерживает никакой критики, городская инфраструктура деградирует, общественный транспорт ездит не по расписаниям, находится в неудовлетворительном состоянии. Но ведь ни один Симаков в этом виноват. Все понятно, кто руководитель в этом ведомстве, кто отвечает за эти городские инфраструктурные изменения. Вот смотрите, он же делает то, что может, как мне кажется, все-таки активно общается со СМИ, активно работает с общественниками. Если мы говорим про дороги, вот эта рабочая группа по контролю, собственно, сколько он с ними ездил и сколько писали в прошлом году, что и ночью его там видели, и утром его там видели на рассвете фактически вместе с дорожниками, уже контролирует ситуацию. Вы знаете, мне кажется, как... не кажется, а естественно, как человек, Вячеслав Николаевич, достаточно грамотный специалист, порядочный, ответственный человек. Но что касается его ведомства, то там есть колоссальные проблемы. И когда человек уходит на повышение, оставляя после себя нерешенные вопросы и неналаженные механизмы, мне кажется, это преждевременная ротация. Поэтому, что касается Вячеслава Симакова как личности, абсолютно у меня к нему нормальное, хорошее, конструктивное отношение. Что касается его должности и деятельности, то у меня есть вопросы по его вочине. Можем ли мы предположить, кто займет место Вячеслава Симакова в городской администрации, в управлении благоустройства? По логике вещей это место, вакантное место, по логике вещей должен занимать его заместитель. Есть у него зам Дмитрий Печенкин, поэтому, скорее всего, именно он возглавит управление. Что касается возможных слухов о кадрах, присланных из областного правительства, то, мне кажется, не стоит ни мне, ни кому-либо еще сейчас комментировать эти слухи. Потому что это всего лишь кулуарные беседы, кулуарные информации, и выносить их на публику пока преждевременно. Но журналисты постоянно пытаются задать один и тот же вопрос. Интересно же. Когда же в городской администрации появятся представители действующего областного правительства? Я правильно понимаю, что все, о чем мы сейчас говорили, окончательно станет ясно 26 апреля? Ну, естественно, именно депутаты принимают решение о таких кадровых перестановках. Именно городская дума либо одобреет, либо не одобреет поставленные кандидатуры. Ну, то есть ждем следующей среды, что называется. 26 апреля. Еще одна небольшая кадровая новость, кадровая тема, которую мы бы хотели обсудить. Но, наверное, мы сначала сходим на небольшой перерыв, вернемся через минутку. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. И мы продолжаем выслушать «Особое мнение» Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Собственно, о думе сейчас и поговорим. Сегодня опубликованы информации о том, что депутаты городской думы отчитались о своих доходах. Кому интересно, кто стал самым богатым депутатом, может зайти на наш сайт, прочитать новости. Это Владимир Журавлев. Кто хочет посмотреть более подробно, сколько у кого что и чего во владении, может зайти на сайт наших коллег газеты «Бизнес новости». Там тоже есть информация. Алексей, вы у себя в ВКонтакте написали «Редеют ряды городских избранников». Из-за незданной декларации о доходах и расходах на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата от партии «Единой России» Сергея Голофаева. Я так понимаю, что это такая штатная стандартная процедура. Если депутат не отчитывается о доходах, по разным причинам не успел, опоздал, был на больничном, в отъезде, в отпуске, в командировке. Все? Эта процедура действительно достаточно штатная. Она прописана в законе. Единственное, это процедура беспрецедентная. Еще в Кирове не было такого, чтобы депутата лишали своего мандата из-за незданной декларации о доходах и расходах. А были случаи, когда не сдавали декларацию? На моей памяти не было. На вашей памяти нет. Поэтому в этой ситуации остается только сожалеть о том, что число городских избранников постоянно сокращается. И если мы вспомним, что с момента 2012 года, с момента выборов в городскую думу, дума изменилась больше, чем на 30%. Поэтому стоит отметить, что все-таки городские избранники должны качественнее подходить к своим обещаниям перед избирателями и, скажем так, работать на благо кировчан, работать в городской думе, а не выбирать между бизнесом, между областным ЗАГС-собранием и городской думой. Если человек идет на выборы, он осознает всю ответственность и степень лишений на посту у депутата городской думы. Поэтому надо быть ответственным перед избирателями. Да, Алексей, давайте напомним, пожалуйста, нашим слушателям. Депутаты городской думы ведь не получают зарплату за свою работу, правильно? Нет, не получают. Это общественная работа, фактически. То есть у вас там есть какая-то небольшая сумма, которая выдается на исполнение наказов избирателей. Даже она больше не выплачивается. А, вот так вот даже, да? Понятно. То есть если пошел в городскую думу, будь готов бесплатно. Естественно. В свободное от основной работы время все-таки трудиться. Неизвестно, почему Сергей Голофаев не подал декларацию? К сожалению, неизвестно. Завтра будет заседание комиссии по местному самоуправлению. Именно на этой комиссии будет рассмотрен вопрос о обращении от лица городской думы в прокуратуру Кировской области. А кто инициировал обращение? Это по закону. Это прописано в законе. Это так надо делать. Поэтому здесь ничего нет крамольного. И еще раз повторюсь, остается только сожалеть, что в Думе остается все меньше и меньше депутатов. Ну, на самом деле, подождите. Мы скоро дождемся сентября. И в сентябре, наверное, полный состав будет, полный комплект. Полный аншлаг. Полный комплект. Хорошо, давайте к еще одной теме перейдем. Опять же, с вашей странички ВКонтакте. Опять же, история, связанная в некотором смысле с решением депутатов. Как я понимаю, вы пишете про Клуб Родина и Горэлектросеть. Информация эта не была широко известна, широко доступна. Оказывается, некоторое время назад Клуб Родина получил займ от муниципального предприятия Горэлектросеть. А теперь, собственно говоря, городской бюджет покрывает сумму этого займа. Все верно? Все верно, да. Почему так произошло? И вообще это публично было? Или это было сделано как-то тихо, тайно? Ну, естественно, займ предприятия для спортивного клуба был сделан исключительно между двумя организациями. А муниципальные предприятия не должны каким-то образом отчитываться о своих тратах подобных? Ну, по сути, это самостоятельное предприятие, которое имеет главную цель – это получение прибыли. Поэтому, в принципе, не должны. Естественно, муниципальные предприятия подконтрольны администрацией города Кирова. И такой серьезный и важный вопрос без одобрения контролирующего органа не должен был совершаться. Я думаю, что... А кто принимал решение? Я думаю, что... На уровне главы администрации это принималось? На уровне администрации города. Кто именно, эти все вопросы мы обязательно будем задавать на заседании Городской Думы, потому что вопрос очень спорный, очень дискуссионный. Во-первых, почему МОП «Горэлектросеть» предоставил займ хоккейному клубу «Родина»? Давайте сумму назовем. 21,5 миллион рублей. Предоставил хоккейному клубу «Родина», зная, что хоккейный клуб находится в крайне плачевном финансовом состоянии. А давно это было? Это было совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. То есть займ был краткосрочный. Значит, во-первых, вот этот факт смутил. Во-вторых, на основании чего именно город Киров возмещает убытки МОП «Горэлектросети», потому что среди учредителей хоккейного клуба «Родина» есть и правительство области в лице Министерства спорта и молодежной политики, есть завод «Лепсия». Но почему именно наш дефицит на 600 миллионов рублей бюджет имеет такую возможность и такие колоссально неограниченные возможности гасить многомиллионные займы? Алексей, но мы ведь не знаем, может быть, они по очереди просто договариваются и каким-то образом помогают клубу. Один учредитель, другой учредитель, третий. Может быть, сейчас просто очередь пришла городского бюджета. Вы знаете, такой дискуссионный вопрос, именно это мы и хотим обсудить на заседании Думы. Еще вызывает недоумение, почему именно в такой форме были выделены средства «Горэлектросети», а я напомню, что деньги были выделены на пополнение уставного фонда «Горэлектросети». Это именно в тот год и в тот момент, когда МОП «Горэлектросеть» акционируется в АО «Горэлектросети». Почему это важно? Это важно, потому что это вызывает очень спорные вопросы вообще о процедуре, о схеме возврата этого долга. Почему не напрямую погасить этот долг? Почему вообще гасить этот долг? То есть слишком много вопросов это вызывает. Мне кажется, здесь нужно разбираться не только депутатам городской думы, но и счетной палате, и представителям в том числе, если появятся более серьезные вопросы, представителям правоохранительных органов. Потому что, насколько мне известно, именно с уголовным делом в отношении бывшего президента хоккейного клуба Родины связаны вот эти перемещения денежных средств. Поэтому, мне кажется, все-таки компетентные органы должны поставить точку в этом вопросе, либо как-то проинформировать городских депутатов о ходе расследования в том числе. Но компетентные органы ведь туда обратиться кто-то должен? Или вы думаете, они на основании некоторых публикаций в СМИ и в социальных сетях сами могут некоторым образом заинтересоваться вопросом? Но ведь это открытая информация. Открытая. Это совершенно открытая информация. Я вообще убежден, что в городской, либо в областной власти не должно быть никакой закрытости. Максимальная прозрачность всех финансовых и управленческих телодвижений. Ни в коем случае нельзя закрываться от людей. И тем более от таких серьезных решений, как выделение многомиллионных средств из бюджета. Но ведь это очень важный вопрос. Мы не можем отремонтировать водонапорную станцию в микрорайоне Ленгасово, из-за чего могут возникнуть перебои с холодным водоснабжением всего микрорайона. Там по меркам бюджета копейки 3,5, до 10 миллионов рублей вся смертная стоимость проекта. То есть 8 раз меньше, чем выделяется в горле красителя. Мы здесь выделяем 21,5 миллиона рублей. Непонятно куда, непонятно на что. И самое главное, хоккейному клубу Родина вот этот займ не поможет. Но у них, к сожалению, положение достаточно тяжелое. Вопрос в этом остается открытым. Я вас поняла. Мы можем как-то прогнозировать все-таки историю, чем она закончится? То есть обязан все-таки городской бюджет погасить этот займ или нет? Мы это будем понимать. И ответы на многие поставленные вопросы мы получим 26 числа на заседание Городской думы. Именно для этого существует местный парламент. Чтобы народные избранники задавали вопросы и получали на них кромотный и компетентный ответ. Алексей, ну вы напомните мне, пожалуйста. Я так понимаю, что в Городской думе в некотором смысле гегемония одной партии сейчас существует. И если будет принято решение на уровне этой партии все-таки деньги дать, то их дадут. Ну вы знаете, этим и отличаются сегодняшние ситуации в областном ЗАГС собрании, в Кировской городской думе, когда есть преимущество одной партии, неважно какой, единая это Россия или другие политические партии, то ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к постоянной гегемонии и единоличному принятию решения и совершенное отсутствие консультации между всеми политическими силами. И поэтому в сентябре 2017 года, мне кажется, я убежден, что кировчане сделают осознанный выбор в пользу того, чтобы нарушить эту гегемонию одной партии и сделать действительно конкурентный городской парламент. Давайте мы к этой теме еще обратимся, чуть ближе к концу программы. Я все-таки хотела бы немножко поговорить про открытость власти. Вы сами об этой теме заговорили. Вот, собственно говоря, об открытости. На сайте городской администрации появилась новая рубрика «Актуальное интервью без купюр». Как говорится, под этой рубрикой будут публиковаться интервью руководителей администрации города, муниципальных служб, организаций. Ну и вот, собственно говоря, первый человек, чье интервью там опубликовано, это начальник управления градостроительства и архитектуры Ирина Рубцова. Интересующиеся могут зайти на сайт городской администрации. Ссылочка вверху справа. «Актуальное интервью» и дальше, собственно говоря, ознакомиться. Достаточно такое обширное интервью Ирины Васильевны, но, в частности, удивили меня несколько вещей. Оказывается, управление архитектурой и градостроительством не всегда может повлиять на застройщика. То есть то, что мы вменяем им обычно в вину, почему у нас застраиваются исторические центры, почему у нас застройщики хотели строить 10 этажей и строят 20. Оказывается, не виноват у нас управление архитектурой и градостроительством. Это действительно так? Вы знаете, что касается этой рубрики, то я не вижу особых отличий между обычным интервью и интервью без купюр на сайте администрации города Кирова. По сути, это одно и то же. Что касается именно этого интервью нашего начальника управления, то здесь возникает, опять же, масса вопросов. С точки зрения правовой работы, то есть работы согласно действующему законодательству, естественно, полномочия и компетенция начальника управления градостроительства, архитектура, она вполне понятна и логична. То есть они работают и исходят, исходя из только нормативно-правовых актов. И отказать в разрешении на строительство по каким-то вымышленным из головы или каким-то предпочтениям бывает крайне тяжело. Нужно отказывать только исходя из буквы закона. Но что касается вообще нашей градостроительной и архитектурной политики в городе Кирове, то здесь, конечно же, масса вопросов. Все мы прекрасно видим, как все выезды и въезды в город Киров заполонили эти абсолютно уродливые и некрасивые многоэтажки. Как вы сейчас по нашим застройщикам-то прошлись? Панельной конструкции. Совершенно проблемными остаются вопросы застройки в исторической части города. Дискуссионный вопрос и тема, которую почему-то, к сожалению, никто из представителей средств массовой информации не подымает, а это именно пожары в деревянных домах рядом со строящимися объектами. Вот вы посмотрите, стоит себе деревянный дом с печным отоплением, где-то на территории города Кирова, сто лет стоит. Построен еще чуть ли не при царе-батюшке. И как только начинается стройка рядом с этим деревянным домом, неожиданно он начинает гореть. Сто лет он не горел, а здесь он за неделю превращается в груду опилок, в груду пепла. И этот вопрос никто не подымает. А это очень серьезные правонарушения, они в городе повсеместно. И этим, как мне кажется, занимается не одна строительная компания. Это целый спектр так называемых недобросовестных строителей. А что касается в целом архитектурной политики, то здесь, безусловно, я бы отметил нежелание городских властей уделять внимание красоте и внешнему облику нашего города. Вот вы посмотрите в Казани, например. В Казани сильная муниципальная власть, очень сильная. Ни один дом не будет построен, не согласовав свой дизайн-проект в местном департаменте архитектуры. Но там согласовывают, как должен выглядеть фасад, сколько там этажей, какие будут окна. А у нас происходит по-другому. У нас выдается разрешение на строительство. И как таковой дизайн-проект, он может меняться уже в ходе строительства. Ага, то есть сначала хотели одни фасады, потом построили другие. Это происходит повсеместно. Это происходит повсеместно. И часто такое бывает, что заявляют на строительство пятиэтажного жилого дома, а появляется пятнадцатиэтажный жилой дом. Вот на улице Хлыновской типичный пример, когда появилась совершенно уродливая высотка, пятнадцать, по-моему, этажей, а разрешение было выдано на пятиэтажный жилой дом. Ну вот, ну как это назвать? Но это же тоже согласуется каким-то образом. Там потом в ходе работы и строительства, я так думаю, что не совсем произвольно застройщик поднимает этажность. Все-таки, наверное, какие-то бумажки-то там подписывают. Да, конечно, какие-то бумажки подписываются. Многие вопросы решаются через суд. И суд зачастую встает на сторону застройщиков. Почему? Потому что застройщикам все документы в порядке. С точки зрения документального содержания строительства нового жилого дома у застройщиков бывает все нормально, все красиво, все в порядке. Но с точки зрения здравого смысла, архитектурного облика, здесь городская власть должна быть сильнее. Из-за того, что городская власть здесь проявляет слабинку, у нас появляются уродливые высотки, у нас застраивается исторический центр, у нас совершенно отсутствует городская инфраструктура с точки зрения парковочных карманов, предметов благоустройства. Детские площадки появляются, но они в основном являются такими банальными подачками строителей, местным же жителям. Должна она быть, детская площадка, по закону, и вот вам, пожалуйста, два на три метра детская площадка. Самое страшное, конечно, это парковочные места. С этим сталкивается каждый кировчанин. В центр города невозможно заехать, невозможно оставить свой автомобиль. И сюда, в редакцию, я к вам хожу пешком, только потому, что не могу оставить здесь автомобиль. Все с парковкой, безусловно. Ну, это всего лишь один из примеров. И в новых строящихся микрорайонах с подрядчиками и со строителями необходимо договариваться о том, чтобы они помогали строить и обеспечивать дополнительную городскую инфраструктуру, а не просить исключительно этого города. Я вас поняла. У меня единственный вопрос, перед тем, как мы уйдем на рекламу, очень коротенький. Скажите, пожалуйста, если бы городские власти по поводу проектов застройщиков, про которые они говорят, что мы не можем их изменить и повлиять каким-то образом, потому что там по закону все правильно и все верно. Если бы они хотя бы публично выражали свое несогласие с этой позицией, как вы думаете, застройщики бы к ним начали прислушиваться или нет? Вы знаете, для застройщика самое главное это имя. Имя и имидж. Если строительная компания зарекомендовала себя как качественный подрядчик, как бизнес, который ведет социальную и активную деятельность, то и клиенты к нему потянутся. И мы это видим, например, в примере одной из строительных компаний, которая застраивает микрорайон Солнечный берег. Например, посмотрите, какие там красивые дома, какая там создана инфраструктура, как подрядчик относится к своим домам, как подрядчик относится к дорогам. Это не реклама. Микрорайоны Солнечный берег, я должна отметить этому просто в качестве примера. К линии освещения и так далее. Ведь есть качественные и порядочные подрядчики, а есть те, которые выжимают все, что можно из долевиков. В Кирове известны случаи, когда есть и обманутые дольщики, и не один дом простаивает. Поэтому здесь самое важное имя и имидж. Если строители это поймут, то у нас в городе будет порядок. И самое главное, чтобы появилась сильная власть. Сильная городская власть будет договариваться и будет работать с застройщиками таким образом, что город наш будет только облагораживаться. И новые стройки будут красивые. Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, продолжится через две минуты. У нас небольшая реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы Особое мнение Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM И мы продолжаем программу Особое мнение. Слушаем Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Алексей, ну вот обещала я вопросы от слушателей задать. Не могу обмануть их ожидания. Поэтому давайте сначала к вопросам. И потом еще у нас одна небольшая тема связанная с политикой. Собственно, вопросы тоже связаны с политикой. Василий Степанович спрашивает вас на нашем сайте. Алексей подходит к концу нынешней созывы в город думы. Многие единорусы уже планируют пойти на новый срок. На ваш взгляд, сделала ли Единая Россия за этот срок что-нибудь для Кирова? Я прошу прощения. Сейчас, я так понимаю, будет много критики в адрес Единой России. Но мы слушаем особое мнение. Некуда деваться. Надо слушать. Критиковать можно сколько угодно. Важно, чтобы критика была конструктивной и чтобы имелась альтернативная точка зрения и были определенные предложения. Критиковать можно Единую Россию за многое. Есть и инициативы, которые выдвинуты этой партией, которые носят исключительный характер выгоды для представителей именно этой партии. Поэтому здесь какую-то конкретику вносить достаточно тяжело. Здесь надо работать и оценить те инициативы, которые выдвигала Единая Россия. Что касается следующих выборов в сентябре 2017 года, ну, естественно, партия Единая Россия будет запускать избирательную машину на всю катушку. Будут применены и административные рычаги и различные технологии, в том числе, как мне кажется, и черные технологии. Именно с этими технологиями надо бороться всем оппозиционным партиям и другим политическим течением. Ну, естественно, избиркому. Но, к сожалению, избирком в последнее время проявляет все меньше и меньше активности, и бороться с этими технологиями в одиночку приходится все тяжелее. Тут еще один наш слушатель, который подписался Владимир Бикетов. Я напомню, Владимир Бикетов это исполняющий обязанности министра внутренней информационной политики Кировской области. Я не уверена, что это он, если честно, но тем не менее. Спрашивает вас, как вы относитесь к представителю, и дальше я цитирую, самой успешной партии страны Единой России в Рио губернатора Кировской области Игорю Васильеву. Вот личные оценочные суждения будете сейчас давать? А скажите мне, пожалуйста, самая успешная политическая партия Единая Россия это на основании чего сделан такой вывод? Не могу сказать. Успешна тем, что всеми правдами и неправдами получают мандаты и места в Государственной Думе, в областном Зак Собрании, в Городской Думе. Ну, если это считать успехом, то, мне кажется, это неправильное выражение. С точки зрения оценки действующего в Рио губернатора и возможного его выдвижения на пост действующего губернатора, то мое мнение следующее. Сегодня идет процесс переговоров трех политических оппозиционных партий Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР на предмет выдвижения единого кандидата на пост губернатора Кировской области. То есть, не отказались еще от этой идеи? Ну, конечно, эта идея по-прежнему актуальна, и именно сейчас она дискутируется и обсуждается. Если политические партии коллегиально примем такое решение о выдвижении конкретной фигуры, то, естественно, я буду поддерживать эту фигуру. И в том числе и в плане работы на избирательной кампании в избирательном штабе, безусловно, буду оказывать всю возможную поддержку именно этому кандидату. Если по какой-то причине эти переговоры провалятся и не состоятся и выборы будут, скажем так, абсолютно конкурентными среди всех политических сил, то я буду поддерживать представителей от справедливой России. Ну, понятно. Это ваше право, конечно, да, безусловно. Еще хотел обратиться к вашей странице ВКонтакте, прежде чем задам еще один вопрос. Вы уже начинали об этом говорить о том, что Единая Россия в некотором смысле дискредитировала себя в городе Кирове, и у депутатов оппозиционных партий есть все шансы попасть и побороться за места на ближайших сентябрьских выборах в городской думе. Вы действительно верите в то, что это возможно? Ну, то есть вы же сами сейчас говорите, что будут включены все рычаги, будут подключены все ресурсы возможные, теоретически, да, можно побороть в условиях непопулярности какой-то. Во всем видовата Единая Россия в том, что мы плохо живем. Можно побороться. Вы знаете, рычаги административные, финансовые, технологии это все-таки инструменты. А главным субъектом на выборах является избиратель. И какое решение примет избиратель, известно лишь ему одному. И все политические силы, которые представлены в городе Кирове, имеют абсолютно одинаковые шансы и права представить своему избирателю свою программу, своих кандидатов, своих фигур. И отдавать приоритет какой-либо политической партии не стоит. И это неправильно, и некрасиво. Но, как говорят эксперты и аналитики, сегодняшние рейтинги Единой России очень малы. они ничтожно малы и, по крайней мере, пока не имеют определенных перспектив. Это мы про Киров сейчас говорим? Это мы про город Киров говорим, да. И именно об этом я и пытался поговорить со своими читателями, пытался донести ту информацию, что сейчас сложилась такая конъюнктура, что оппозиционные силы имеют абсолютную возможность получить большинство в городской думе. А большинство это больше 50%. А согласно уставу города Кирова, главу города Кирова избирают среди депутатов большинством присутствующим на заседании. Что это означает? Это означает, что если оппозиция отбросит все свои противоречия, разногласия по политическим, по кадровым вопросам, по экономическим вопросам и сядет за стол переговоров и будет совместно проводить и избирательную кампанию, будет выдвигать на округах единых кандидатов, то оппозиция имеет абсолютные шансы получить большинство в городской думе и представлять своего главу города Кирова, заместителей главы города Кирова и председателей комитетов в городской думе. А это уже, как вы понимаете, совсем другая власть. Я считаю, что такая власть будет более эффективная, она будет более ответственная и будет представлять тысячи, даже сотни тысяч кировчан. Агитация за какую-то конкретную оппозиционную или не оппозиционную партию мы заниматься не можем и тем не менее можем призвать людей приходить на выборы. Я так понимаю, что оппозиция просто заинтересована в том, чтобы явка была как можно более... Естественно, мы заинтересованы, чтобы на избирательном участке пришло как можно больше людей и отдали свои голоса за ту партию, которой они отдают предпочтение. Хорошо, я думаю, что на этом нам, к сожалению, вот сейчас уже надо завершаться. Последний вопрос вам задам. Анна спрашивает вас на нашем сайте, почему из всех депутатов только вы самые активные? Остальные спят, что ли? Ну, не спят, я думаю, остальные депутаты, естественно, тоже работают и принимают участие и в общественной, и в политической жизни региона. Ну, вот так получается, что мне удается взаимодействовать и социальными средами и активно пользуюсь интернет-ресурсами и с представителями средств массовой информации со многими, к счастью, знаком, поэтому пытаюсь быть открытым и пытаюсь доносить информацию из городской власти на уровень... Про инсайдерскую информацию вас спрашивают. Ну, я бы не сказал, что у меня там какая-то постоянно есть инсайдерская информация, это информация официальная, я просто пытаюсь ее донести до горожан. Я убежден, что горожане должны знать всю информацию и все движения, которые происходят в городской власти или в областной власти. Это априори, это не надо доказывать, это так должно быть. Вообще необходимо ликвидировать все шлагбаумы, пропускные системы, видеокамеры и все остальное. И кабинеты чиновников и в городской, и в областной администрации, тем более депутатов городской думы должны быть всегда с распахнутыми дверями. Слушайте, ну когда же они работать-то будут? Вы уж совсем как-то предлагаете радикальные изменения. Работать надо с людьми. Понятно. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы, был у нас в особом мнении. Я, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. Алексею, спасибо. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok